В эфире новости губерния. Здравствуйте в студии Марина Низамова и Руслан Ишуков. И в начале выпуска расскажем коротко о главных темах этого дня. Война с крысами, в которой поражение терпят люди. Что делать с серыми полчищами, когда подкрепление все не приходит. Труд областных онкологов оценили эксперты федерального уровня. Насколько эффективна медицинская помощь в регионе и правильно ли тратят деньги, узнали наши корреспонденты. Пели, танцевали, играли в баскетбол. Зачем хоккеисты Лады сменили спортивное амплуа? Заключительная встреча в сезоне с болельщиками в нашем выпуске. Сельскому хозяйству окажут дополнительные меры поддержки. В частности, это коснется отрасли животноводства. С главами регионов этот вопрос обсуждал председатель федерального правительства Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции. Мы вступили в достаточно сложную полосу по вопросам поддержки сельского хозяйства. Во многом наши кредитные возможности исчерпаны. Плюс наш рынок стал значительно более открытым. Поэтому хотел бы, чтобы и правительство в целом, и министерство финансов в частности, и другие экономические ведомства подготовились к тому, что нам придется в ближайшие годы оказывать дополнительную поддержку сельскому хозяйству. На связь с федеральным центром вышла из Самары. Глава региона Николай Меркушкин отметил, в тяжелом финансовом положении оказались хозяйства региона, которые взяли на себя кредитные обязательства в период засухи и не смогли вовремя расплатиться. Теперь получить новые кредиты на весенние полевые работы не удается. Им будет оказана помощь из регионального бюджета. Что касается области, мы такую работу провели, и здесь больших опасений нет, потому что все-таки доля сельского хозяйства по отношению к ВРП общей области, она не столь велика. Те потери господдержки, которые мы имеем, примерно на уровень 800 миллионов рублей к уровню прошлого года, мы скомпенсировали полностью из регионального бюджета. И сейчас составляет, если соотношение раньше было 60 на 40, то есть 60 областной бюджет, 40 федеральный бюджет, поддержка была. Сейчас соотношение такое, 79 региональный бюджет и 21 процент федеральный бюджет поддержки. 60 миллиардов инвестиций. Именно такого эффекта областные власти ждут от проекта особых экономических зон. На заседании наблюдательного совета глава региона Николай Меркушкин приветствовал двух новых резидентов. Обе компании ориентированы на автопром. Совет утвердил представленные бизнес-планы. В ближайшее время проект направят в Минэкономразвитие России. Один из проектов – это производство электроусилителей руля по новой технологии. Компания российская, но будет локализовывать свое производство в особой экономической зоне и работать в первую очередь на автоваз, на автомобильной платформе «Гранд». Второй резидент здесь уже немножко мы акцент в другую сторону смещаем. Компания, которая позволит получить определенные сервисные услуги для уже существующих резидентов, ну и, в общем-то, на весь промышленный куст. В Тольятти компания, которая будет производить упаковку, заниматься переработкой бумажной макулатуры. Общие инвестиции двух компаний составят порядка миллиарда рублей. Количество созданных рабочих мест – 500. Руководитель филиала особой экономической зоны Алексей Пахоменко подчеркнул, что это важный факт в свете утвержденного перспективного плана развития до 2030 года. Согласно нему, особая экономическая зона должна принять 33 компании, готовые вкладываться не только в производство, но и в социальную инфраструктуру. Ключевыми являются даты 2020 года, где уже в обозначенном году у нас количество рабочих мест будет создано порядка 14 тысяч. В целом, до 2030 года объем инвестиций от иностранных и местных резидентов, участников проекта, мы ожидаем на уровне 60 миллиардов рублей. К другим темам. Внимание автомобилистов. В Самаре перекрыт проспект Карла Маркса от Нововокзальной до 22-го портсъезда. Причина – ремонт водопровода в одном из дворов. Когда движение восстановят, пока не сообщается. В Самару атакуют грызуны. Жители домов по улице Советской уже несколько лет борются с крысами во дворах и подъездах. Напуганные дети, покусанные взрослые, поврежденные провода в автомобилях жильцов. Проблем от серых, полчищ меньше не становится. Обращение к коммунальщикам результатов не принесли. О неприятном соседстве Ирина Трофимова. Жители окрестных домов к неприятному соседству с живой природой уже успели привыкнуть. Говорят, за 2-3 года образцово-показательный двор стал похож на помойку. По вечерам путь домой к собственному подъезду превращается в настоящий кошмар. Грызуны чувствуют себя абсолютно свободно и не боятся ни людей, ни машин. Днем картина не меняется. Хвостатые обитатели помоек и подвалов спокойно прогуливаются около подъездов. В лужах прямо на проезжей части утоляют жажду. Жители домов по улице Советской наперебой рассказывают истории о неприятных встречах. Вчера выхожу из подъезда, она сидит наполовину из-под крыльца. Смотрит на меня, я смотрю на нее. Нога болит, я оперся на клюшку. Пинул ее, она отскочила и убежала. Все. Они гуляют свободно. Юлии Кузнецовой повезло еще меньше. Утром обнаружила свою машину с перегрызанной проводкой. Новую иномарку теперь придется ремонтировать за свой счет. Вот у соседа со второго этажа у него была перегрызена обмотка впрочем, что он не смог завестись с утра. То есть это не только у одной меня. Если вы пройдете и спросите у остальных автолюбителей, которые у нас есть во дворе, то они сталкиваются с такими проблемами. Либо утром приходилось подходить к машине и стучать по колесам несколько раз, чтобы они оттуда разбегались. Местный дворник рассказывает, что ничего необычного в этой ситуации не видит. Здесь в каждом дворе подобных историй масса. Травили в прошлом году с весны. Укусилась женщина с третьего подъезда? Вот травили, но они почему-то не исчезают. Ходили, писали заявления в ДЭС, приходили, поморили. Но и они тут же не погибли ни одна. Сейчас весна притом началась. Они выбегают вон, попил в лужи и опять назад в норку свою. А этого спрашивал, мусор у нас убирает там. Он говорит, дали им немного этого дуста или что-то, отравы. И все, говорит, надо было в два раза больше, а дали вот мало. Каштарка разбилась, крыса. Вообще не двор, а самую. Такой двор был хороший. Рассказы о том, как проводили детские праздники во дворах и собирались по вечерам, теперь ностальгические воспоминания. Спокойная жизнь закончилась, как только неподалеку появился супермаркет. Пакеты, коробки и бумага повсюду. Отходами пищевых продуктов переполнены мусорные баки. Их не успевают вовремя увозить. Грызунов становится все больше. Ирина Трофимова, Олег Айдаров, Новости губернии. В Красноглинском районе Самары введен карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном департаменте ветеринарии. Причина. В одном из частных дачных массивов домашняя собака заразилась смертельным заболеванием от лисы. Спасти животное не удалось. Теперь запрет на продажу и проведение выставок кошек и собак будет действовать два месяца до 16 июня. Ветеринары будут проводить обход и бесплатно прививать от бешенства всех домашних животных. Продолжаем выпуск. Тольятти на связи с губернатором. В рамках нового проекта, который скоро стартует по всей области, выездные мобильные приемные со специалистами из всех областных ведомств приезжают в город и дают консультации жителям. На этот раз чиновники принимали ветеранов труда. Прямо у них в гостях в пансионате. О проблемах, которые решают на месте Екатерина Деменчук. Для большинства из них выбраться куда-то дальше дома ветеранов целое путешествие. Сегодня нужно подняться лишь на один этаж вверх. Мария Белькой тоже здесь живет и получает только половину пенсии. 15 лет стажа в счет не идут из-за ошибки в документах. Одна буква, фамилии написаны неправильно. Сегодня специалисты пообещали, с помощью суда вопрос решат. Довольна. Да и раньше к нам никто не приезжал, а самой ездить тоже это самое. Трудно. Здравоохранение, образование, налоги, ЖКХ и не только. Консультации дают практически по любому вопросу. Прийти может любой желающий, но сегодня большинство посетителей и жителей пансионата ветеранов труда. И, конечно, одна из самых популярных тем размер пенсии. Это социально важная программа, и пенсионный фонд не мог быть в стороне от этой программы, потому что ветераны, пенсионеры, инвалиды это наша категория обслуживаемых граждан. И пансионат для ветеранов труда, на базе которого идет организован прием сегодня, это наши подопечные граждане. Такие приемы одновременно провели сразу на четырех площадках города по задумке проекта на связи с губернатором. Консультации должны проводить в шаговой доступности для жителей. Встречи продлятся до конца апреля, затем проект стартует по всей области. Екатерина Деменчук, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти. Жигулевская ГЭС открыла затворы водосливной плотины. Холостые сбросы на гидроэлектростанции начались еще на прошлой неделе. Теперь объем воды, проходящей через плотину, существенно возрос. Поэтому жители прибрежных районов предупреждают, уровень Волги повысится, возможно, подтопление территорий. Максимальный сброс воды ожидают с 21 по 30 апреля. Уже в субботу движение в сторону полуострова Копылова будет ограничено. Нормальный уровень воды должен установиться к 11 мая. Онкологическую службу региона оценили федеральные эксперты. Сегодня в Самаре прошел семинар по повышению эффективности здравоохранения в этой сфере. Специалисты отметили, современная техника и методы лечения намного опережают соседние регионы. Тем не менее, смертность от онкологии пусть немного, но все же растет. В чем причина? Вместе с экспертами разбирались и наши корреспонденты. Регион за регионом, так называемую дорожную карту или стратегию повышения эффективности здравоохранения должны разработать по всей стране. В первую очередь это касается онкологии, одной из самых затратных для бюджета видов помощи. На борьбу с раком тратят колоссальные средства. Это лекарства и современная медтехника. Решать масштабные проблемы без хорошо продуманного плана, которым и станет дорожная карта, в этой сфере нельзя. Есть какие-то решения, найденные в других территориях. Вот этот взгляд со стороны всегда очень важен. И любая конференция позволяет, что называется, подчеркнуть, кроме той информации, которая представлена в докладе в так называемых неформальных отношениях. Самарских врачей удивить нечем. Все самые современные технологии и методы лечения уже на вооружении в областном онкоцентре. Но статистика смертности неумолимо растет. И в первую очередь это жители отдаленных районов. Эксперты советуют профилактике и раннему выявлению нужно уделить особое внимание. Зачастую онкологические заболевания ловятся на последних стадиях уже своего развития. Еще у Самарской области есть достаточно большой потенциал в вопросе оптимизации существующих расходов в системе здравоохранения. Работа по этим направлениям уже ведется. В прошлом году врачи стали поощрять за каждый случай раннего выявления. Показатели достаточно приличные. В прошлом году очень много. Врачи, не буду называть абсолютную цифру, поощрены за то, что выявили заболевание рак на ранней стадии. Областной онкослужбе предстоит решить еще ряд проблем, а именно взять курс на инновации, причем их повсеместное внедрение, наладит реабилитацию в регионе. И на этом останавливаться не намерены, а на кону человеческой жизни. Поэтому даже статус окружного лидера в сфере онкотехнологий не дает права расслабляться. Татьяна Дрожевкина, Марина Низамова, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии. Проходной балл ВУЗа станет выше. Планку решено поднять. Так учебные заведения отсеют абитуриентов и откроют доступ к высшему образованию только для самых подготовленных. Точные цифры назовут 1 июня. Добавлю, в каждом ВУЗе необходимый для поступления минимум может быть разный. ВУЗ действительно самостоятельно принимает решения и заставить директивно его никто это сделать не может. Другой момент, что в различных федеральных конкурсах вот этот минимальный балл он оценивается по всем направлениям подготовки. Берется средний балл и в общем-то по его величине судят это является одним из критериев оценки эффективности. В регионе в этом году насчитали 17 тысяч абитуриентов. ВУЗы предлагают и новые направления нанотехнологии, информатизация, бизнес-информатика, социальная работа, эксплуатация объектов ЖКХ. На этих специальностях также будут предусмотрены бюджетные места. Сколько, станет ясно в мае. Пока ориентировочно федеральными и областными квотами предусмотрено всего по 500 мест по Волжскому госуниверситету, телекоммуникации, информатике, архитектурно-строительному и медуниверситету. И свыше тысячи бюджетников готовы принять в Аэрокосы и в Политех. Напомню, что у выпускников есть право подать документацию в пять образовательных учреждений на три специальности, то есть всего 15 заявлений. Хоккеисты «Лады» официально закрыли сезон. Финальную встречу провели с болельщиками, но без коньков и ни на льду. В качестве эксперимента игроки клуба поменяли спортивное амплуа. И на один день стали баскетболистами. На этом испытании команды не закончились. Еще один сюрприз своим кумирам преподнесли фанаты. Подробнее расскажет Екатерина Деменчук. Две команды – болельщики против хоккеистов. Не на льду, а на паркете. Коньки игроки «Лады» в этот раз оставили дома, теперь осваивают искусство забрасывания баскетбольного мяча в сетку. Такие встречи с болельщиками не проводили уже два года. «Лада» сумела влюбить в себя болельщиков. Мы на играх плей-офф видели переполненные трибуны, чего не было с времен КХЛ, когда «Лада» играла в КХЛ. И я скажу, что вот эта встреча – это инициатива самих болельщиков. Они долго готовились, писали песни, закупали подарки каждому хоккеисту, самодельные открытки с фотографиями фанатов и символический приз. Большинство из них – болельщики с большим опытом, не пропускают матчи, ездят вслед за командой по другим городам. Уверены, тот, кто пришел на хоккей однажды, полюбит его навсегда. Как можно не любить «Ладу»? Это странный вопрос. Если ты живешь в Тольятти, и ты любишь хоккей, значит, ты любишь «Ладу». «Лада» для меня – как часть души. Это моя жизнь. Ажиотажи на трибунах, крики, радость, море эмоций. Это все запоминается настолько. Вместе с любимыми хоккеистами участвуют и в конкурсах. Настоящий болельщик должен всегда быть с командой и в беде, и в радости, как говорится, при победах и поражениях. И всегда любить и верить в свою команду. Правда, в этот день выяснилось, только этим настоящий болельщик обойтись не может. Пришлось проявлять и необычные умения. Например, на скорость надевать хоккейную форму. Сами игроки признаются, перед встречей волновались, но в том, что проводить такие состязания нужно, не сомневались. Они очень важны, они очень заближают коллектив и болельщиков, и игроков. Все очень довольны, все очень рады. Обстановка очень комфортная, веселая. Они прыгали, бегали и даже танцевали больше двух часов подряд. И болельщики-хоккеисты уверены, в этот день положили начало совсем новой жизни хоккейного клуба. Екатерина Деменчук, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти. Факелоносцем Олимпийской эстафеты от Самарской области станет Алексей Немов. Во всех субъектах уже определились с кандидатами и представили списки в Международный Олимпийский комитет. Большинство имен пока держат в тайне. И лишь самых известных и заслуженных решили назвать. Окончательные результаты объявят 7 июля. Напомню, Олимпийский огонь будут нести 14 тысяч человек. Эстафета начнет свой путь из Москвы 7 октября. И в Самару Факел прибудет 24 декабря. Ковчег с частью Креста Господня доставили в Самару из Афона. В областную столицу святыню привезли впервые. Увидеть ее собралось немало верующих. Им пришлось стоять в очереди. В Экспо Волгу, где в эти дни проходит православная выставка, также привезли иконы, церковную атрибутику и православную литературу из монастырей России и зарубежья. Продолжит Татьяна Пудова. Церемония открытия выставки начинается с благословения. Участников и гостей фестиваля окропляют святой водой. Привезли не только иконы. Впервые на выставке настоящее чудо из Великой Лавры со Святой горы Афон. Ковчег с частицей Святого Креста Господня. На нем был распят Иисус Христос. За прошедшие тысячелетия святыню разделили на части. Сейчас они хранятся в крамах и монастырях мира. Одна из частиц прибыла к нам, хотя у нас в Покровском соборе малая частица животворящего Креста Господня также хранится. Люди отстаивают многочасовые очереди, но на выходе считают себя по-настоящему счастливыми. Это очень важно, потому как мы не имеем возможности туда поехать. И приложите... К Кресту Господне приложите все и все к иконочкам. Я каждый раз прихожу. Выставка продлится до 21 апреля. Пожертвования, собранные во время выставки, пойдут на благотворительные цели. В приюты для бездомных, на восстановление храмов и монастырей. Будет оказана помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, а также многодетным и малообеспеченным семьям. Татьяна Пудова, Александр Дудко, новости губерния. После затяжной и непредсказуемой весны в Самаре наконец наступит лето. В субботу синоптики обещают до 20 градусов выше ноля. Потепление будет постепенным. По прогнозам, минувшая ночь была последней холодной в этом сезоне. Заморозков больше не ожидается. Сегодня днем воздух прогрелся до 10 градусов со знаком плюс. Завтра обещают уже 16. Всю рабочую неделю ясно, солнечно и без существенных осадков. И впервые за всю весну без аномалий все в соответствии с климатической нормой и средними многолетними показателями. На этом у нас все новости. Спасибо за внимание. Всего доброго. Генеральный партнер прогноза погоды Восточный экспресс-банк. Погода в регионе по-прежнему формирует антициклон. В ночные часы столбики термометров покажут минус один плюс четыре днем до 14 градусов выше нуля. Ветер поменяет направление и будет идут с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. В большинстве районов перемена облачности небольшие осадки. На севере и западе области днем 10-13. Тепла на востоке и юге воздух прогреется до 14 градусов выше нуля. В столице региона ночью плюс два, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Днем в Самаре-Итальяце около 11 тепла, возможен кратковременный дождь. Идти к поставленной цели гораздо легче, когда на пути нет ни одной преграды. А дальше идти не придется. Автокредит без преград. Переплата 12,9%. Наличными, без каска, без залога, без поручителей. Восточный экспресс-банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова